дорогие друзья всем привет в одном из мастер-классов мы с вами сплели вот такое колье черно-золотое уголочками такими она получилась очень ажурная и получила очень много положительных отзывов от вас в instagram же девочкам я пообещала показать как я буду расшивать данное колье при помощи биконусов и бисера и вот уже результат расшитый расшитого колье я расшила биконусами центральный элемент центральные ромбы и также соединила посредством бусинки вот здесь вот в некоторых местах через промежуток равный тоже колье при посадила как бы его если вам интересно хочу рассказать и показать вам как расшивать фрагментарно это колье смотрится она совершенно теперь по-другому иначе нежели сетка она стала значительно более сияющим и более таким праздничным вид конечно шикарный придают биконусы поскольку когда свет попадает на эти бусинки они граненые как вы все знаете и очень красиво преломляется свет и она не реально сияет я покажу чуть позже вам и на манекене и сфотографирую добавлю потом фотографии и видео демонстрационные в мой instagram добро пожаловать и посмотрите сейчас я просто хотела показать как я расшивала я не знаю нужен такой мастер-класс не нужен но для тех кто просил для девочек которые задавали такой вопрос я бы хотела показать на примере этой сеточки как я буду расшивать для расшивки нам с вами понадобятся следующие материалы точно тот же бисер которым мы плели сеточку это черный бисер 23 980 чешский номер 10 прециоза а также золотой с прокрашенной серединочкой 17 050 также размер 10 и биконусы в моем случае золотые и черные 4 миллиметра ну что же давайте приступим да и я буду расшивать на двойной ниточке почему потому что биконусы им свойственно немножечко подрезать нитку и поэтому мы будем чередовать биконус с бисером а также чтобы перестраховаться мы с вами берем ниточку в два сложения давайте приступим вначале мы с вами поддеваем между бисеринками нам нужно завязать узелок между бисеринками на уже готовом изделии то есть мы берем поддеваем вот таким вот образом и просто завязываем здесь ниточки оба хвостика рабочую нитку и начальный хвостик связываем получается вот такой вот узелок затем друзья мы проходим проходим вперед через две там три бисеринки ну как у вас будет получаться проходим вперед продергиваем чтобы узелок спрятался в бисеринку затем смотрите здесь еще можно сделать один узелок то есть таким же способом мы подхватываем ниточку на которой сплетено наши с вами колье и затягиваем этот узелочек вот и вся премудрость хвостик начальной теперь мы можем смело отрезать чтобы он не мешал и не лез в работу затем проходим по ходу работы по ходу плетения в следующие две бисеринки и нас с вами друзья интересуют вот это первая бисеринка вот наш ром который мы будем расшивать вот он я сейчас наверное поменяю здесь разошью золотым а в центр поставлю черный цвет и так мы вышли вот из этой бисеринки здесь мы набираем с вами одну бисеринку золотую один биконус и еще одну бисеринку золотую и смотрите затем и смотрите иголочка входит вот в эти две черные бисеринки а затем также еще и в золотую то есть ключевая нас интересует бисеринка затягиваем здесь самое главное ни за что не зацепиться и чтобы ниточка не запуталась затянули затем смотрите вновь я набираю на иголочку одну бисеринку золотую один биконус и еще одну бисеринку золотую и прохожу смотрите вот в эту бисеринку в начале черную а затем в следующий по ходу плетения 2 то есть по факту в три бисеринки проходит у нас иголочка затягиваем так затем набираем на иголочку вновь одну бисеринку золотую один биконус и еще одну золотую бисеринку и проходим смотрите в центральную ключевую бисеринку золотого цвета вниз здесь я хочу набрать я наберу черный с золотым бисером вот таким вот образом буду расшивать только золотом черным беру сейчас не хочу черту вот так набираем и проходим иголочкой вот в эту центральную бисеринку золотого цвета так набираем на иголочку одну золотую бисеринку затем биконус и еще одну золотую бисеринку вот так теперь смотрите проходим иголочкой через три бисеринки вот в эти две заходим и также еще в следующую ключевую затягиваем затем снова набираем одну золотую бисеринку один золотой биконус и еще одну золотую бисеринку я прохожу в ключевую бисеринку дальше можно пройти по расшивке можно пройти по сетке ко второй стороне теперь друзья я прохожу через вот эти бисеринку бусинку бисеринку затем прохожу в ключевую черную а также прохожу в следующие по ходу плетения бисеринки по сеточки идем сейчас по сетке основе затем нам с вами нужно выйти вот из этой бисеринка ключевой то есть мы с вами должны еще пройти по всем вот этим золотым бисеринкам и выход ниточки вот из этой ключевой черной бисеринки вот она и так вышли из черной бисеринки продолжаем расшивать набираем золотую бисеринку золотой биконус и еще одну золотую бисеринку и проходим друзья смотрите вот вышла нитка из ключевой черный мы проходим в ключевую золотую вниз затягиваем ниточку еще раз набираем золотую бисеринку биконус золотой и также бисеринку проходим смотрите в начале вот в эти две бисеринки черного цвета а затем еще в следующую она у нас ключевая затягиваем ниточку и набираем на этом ромбике последний раз одну бисеринку биконус бисеринку и проходим вот в эту ключевую бисеринку черного цвета затягиваем получается вот такой вот ромб расшитый биконусами теперь друзья нужно выйти вот к этому месту к этой ключевой бисеринки и начать расшивать следующий ромбик попутно можно собирать верху на бусинку если есть желание можно не собирать это уже что называется как вам больше нравится ну такое они небольшое пояснение для тех кто просил вот вариант вам золотом расшит сейчас покажу поближе вариант который ну что же друзья справа у меня сейчас тот фрагмент который мы с вами только что расшили а слева тот что я расшивала раньше здесь я прошлась ромб выполнила из черных биконусов и в центр ставила золотую бусинку вот так получится у вас здесь мы с вами вместе расшивали золотыми ромбик а в центр наоборот поставили черный вот так вот смотрится по-разному только лишь за счет изменения цвета и так выбирайте тот цвет бусин и бисера какой вам больше нравится и расшивайте ваши колье превращайте их в роскошные королевские украшения на этом все друзья и надеюсь что я ответила на ваши вопросы в отношении расшивки если остались еще какие-то нюансы пишите задавайте вопросы под этим видео я с удовольствием на все на них отвечу на этом все до новых встреч пока